Доброй ночи! По крайней мере, я надеюсь, что у вас сейчас ночь, хотя можно, конечно, любое другое время суток. Но у нас тут на повесточке фильм ужасов страшный, продолжение, точнее завершение трилогии о трёх матерях Дарьо Арджента. А вот, кто не в курсе, смотрит предыдущие ролики про Суспирию и Инферно. А тут у нас Мазер Лакриморум «Мать слёз». И, к сожалению, как и предполагалось заранее, была, конечно, маленькая надежда, что такого не случится. Но фильм получился полным отстоем. А вот, потому что, я не знаю, у меня создалось такое впечатление, что его снимал вообще не Дарьо Арджента. Потому что все те любимые приёмы, за которые мы Дарьо, собственно, уважаем, то есть нагнетание, игра с светом, светом, какая-то музыка специальная, да, которая тоже нагнетает напряжение и так далее и тому подобное, в этом фильме вообще отсутствует. Ну ладно, там нет сюжета нормального, там ещё что-то, там актёрская игра, так себе, ну и так далее. Это не важно, ну, это не всегда важно для фильмов ужасов, это такой специфический очень жанр. Тут иногда одной атмосферой можно взять гораздо больше, чем актёрской игрой или сюжетом каким-то интересным, с твистами там, с какими-то, ещё что-то. Вот здесь, вот в этом фильме не цепляет вообще ничего. Нет, точнее, цепляет одна вещь. Ну, скажем так, цепляет исполнительница роли, собственно, мамы Лакримором, вот она хороша, вот эта израильская модель Моран Атиас, она у нас на обложке, вот сиськи у неё, я вам скажу, просто моё почтение, да и всё остальное тоже. К сожалению, она на экране минуты три, а всё остальное время мы смотрим на Азио Арджента, дочку Дарио, и я, насколько я подозреваю, на самом деле этот фильм делала она, потому что вот это кино, оно снято малолетней девочкой. Вы помните фильм «Звёздные войны», там, часть седьмая, да, вот, когда вот это появляется, как её звать-то, я уж не помню, ну, джедайка, вот это вот, наша новая героиня, вот это вот ровно то же самое, да, вот это вот Азиаджента, это девочка Мэри Сью, вот, которая избранная, вот, там, короче, откапывают там гроб с какими-то артефактами этой матери слёз, да, она возрождается, вот, в образе замечательной израильской модели, она действительно очень красивая, вот, ну и начинается там Мочилова, там, какие-то мистические вещи, кстати, по поводу Мочилова, вот, я расстроился, Дарио, ёлы-палы, ты поставил своё имя под этим кино, но ты же никогда не ориентировался на тупое мясо, ты никогда не пытался попугать зрителей мясом, ну, там первую сцену даже убийства посмотреть, там, ну, просто пропадает желание смотреть этот фильм, потому что там нет никакого такого вот нагнетания, напряжения, там ещё чего-нибудь, там просто герои ведут себя как идиоты, полный героиня, точнее, это очередной феминистический фильм, тут даже лесбиянки есть, вот, но, блин, это всё выглядит совершенно отвратительно, когда он начинает там демонстрировать кровищу, кишки, вот это вот всё, какие-то физиологические подробности, это зачем? Этого не было ни в первой, ни во второй части, там нагнеталось, 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 там была жуть уже в том, что вот девочка читает книжку, да, вот у неё стоит свечка около книжки, а сбоку лежит ножик для резки бумаги, которым она разрезает страницы, и жуть была уже в этом ножике, он же не просто так тут лежит, да, это уже само по себе щекотало, нет, вот здесь ничего такого нет вообще, ну, короче, откопали эту мать, она там организовала под Римом, под замком Сант-Анджело, насколько я понимаю, какую-то жуткую секту, они там начали повышать уровень преступности на римских улицах, вот, и все согласились на том, что это ужас, ужас, с этим надо бороться, и тут вот у Азии Арджента обнаружились какие-то мистические способности, выяснилось, что она дочка непростых родителей, которые, там, давно сражались с этими ведьмами, там, ну, попытались за уши сюжетно притянуть, там, и первую, и вторую части, но как-то кривовато по мне, в общем, ну, нет вот именно того, той соли, которая была и в Инферно, и в Суспири, да, вот, именно вот это вот ощущение, что все вокруг какое-то страшное, да, тут, тут, понимаете, вот в Инферно и в Суспири там обычно не показывали тех, кто убивает, то есть там были вот эти вот жесткие кровавые сцены, но, во-первых, они были очень короткие, очень точечные, а, во-вторых, без размусоливания подробностей, да, а, во-вторых, там не показывали убийцу, т.е. это всегда была тайна, это было что-то, пришедшее из темноты, да, вот, такой, или затащившее в темноту, или, там, вынырнувшее, или просто руку оттуда высунувшее, ткнувшее тебя ножиком, там, глаз, там, например, ну, что-то такое, вот, а здесь нет, здесь всё показывают, здесь все те, кто, там, вот, осуществляет, собственно, массакр, бойню, да, они прям вот в кадре показывают, вот мы их видим, мы видим, прям практически сразу нам показывают попу мамы Лакриморум, замечательный, я ещё раз скажу, Моран Атиас, шикарная женщина, попа, там, на 5 баллов с плюсом, но пропадает загадка, пропадает тайна, да, то есть, вот, нет вот этого вот чего-то непонятного, трансцендентного, как любят выражаться всякие умные люди, вот, ну, и поэтому это превращается в какую-то вот такую дешёвую беготню с кровищей, да, вот, вот эта вот Азия Аржента, она куда-то всегда бежит, её кто-то преследует, там, походу всех убивают, там, и так далее, и тому подобное, вот, и что самое поганое в данном случае, что, когда мы видим уже в титрах начальных, что в главной роли Азия Аржента в фильме Дарио Аржента, мы прекрасно понимаем, что это будет Мэри Сью, что её никто не убьёт, вот, что она всё преодолеет и всех победит, вот, и в фильме это, собственно, и только оформляется, так сказать, да, вот, но тут есть, конечно, забавные моменты, дело в том, что здесь в этом фильме по полной уже включена повесточка, то, чего не было, естественно, в фильмах 70-х, 80-х годов, то есть, все мужики, кроме одного красавчика, соответственно, полицейского, ну, такой он красавчик, небритый, мускулистый, очень мало говорит, вот, вот, он хороший, все остальные мужики представляют себе полное ничтожество, особенно, вот, директор института, где работает героиня Азия Аржента, она с ним спит, естественно, там, они вместе живут, он истеричка законченная, он подонок и сволочь, вот, вот, то есть, сильные здесь только женские образы, естественно, но, понимаете, вот, давайте так, давайте я как просто зритель-мужик скажу вам, вот, Азия Аржента, она, конечно, девушка хорошая, симпатичная, но на Элеонору Джорджи, например, она не тянет, вот, смотреть на нее весь фильм, если она не делает ничего интересного, она не делает тут ничего интересного, она банально бегает от всяких сектантов и зомбей, и убийц, вот, постоянно с расстроенным лицом, ну, это скучно, вот, Леонор Джорджи, шикарная женщина, или Морнатиас, тоже шикарная женщина, они хотя бы просто посмотреть приятно, да, то есть, а тут, ну, Азия Аржента по своей старой привычке напоминает наркотутсовщицу из какого-то ночного клуба, вот и все, вот, ну, я говорю, забавные моменты есть, там, вот, с истерикой ее вот этого вот сожителя мужика, который немножко почему-то смахивает на Брюса Виллиса, или как она встречает, там, ведьму, которая хочет ее, там, научить чему-то, вот, оказывается, лесбиянка, и потом этих обеих лесбиянок, вот, Валерия Кавалли, актриса, кстати, вот симпатичная женщина, она, ей тут много лет сразу видно, лет 50, она 59-го года, а фильм 2007-го, вот, так она и то, как женщина привлекательнее Азии Аржента, извините, пожалуйста, вот, Дарья Николиди, вот, соответственно, мама Азии Аржента тут выступила в роли такого симпатичного призрака, вот, который дает туманные советы и сваливает куда-то в ад, потом, Уду Кир, который мы видели в первой части, в Суспири, тут тоже мелькнул, ну, а ему очень быстро перерезали горло, вот, в общем, что еще сказать, ну, по-моему, кстати, вот эти вот цифры говорят сами за себя, три с половиной потратили, 60 тысяч собрали в США, видимо, тоже не прокатывали, а 5, ну, и 3 миллиона по миру, то есть все это провалилось жутким треском и правильно, потому что, ну, понимаете, вот как подростковый слэшер, Суспири была на голову выше этого фильма, там было интересно, там была сказочная какая-то атмосфера, еще что-то, а тут кроме сисек Мора Натиас вообще смотреть не на что. Она у нас, почему на обложке, это я говорю, это лучшее, что есть в фильме, вот эта вот женщина, вот, я говорю, ее там 3 минуты, фильм идет час 40, на что смотреть все остальное время непонятно, вот, это мясо, которое нам показывают, или становление девушки Мэри Сьюс, которой по определению ничего не может случиться, да? Ну, это же неинтересно. Замечательная тут парочка вень-проститутка. А, да, я еще сформил, тут еще один был замечательный момент, там была такая японская ведьма, которая гонялась по вокзалу за героиней Азии Арджента, вот когда героиня Азии Арджента размазала ей башку дверью в поезде, дверью от туалета женского, вот это было ничего, но я замечу, что в предыдущих частях как-то главные героини такого не делали, тут какая-то такая жесткая агрессия сразу пошла. Вот, то есть, в общем, я не знаю, что сказать про это кино, тут куча всего написано, и про то, что это на Томасе де Куинсе основа, полная херня, тут уже вообще даже запаха никакого Томаса де Куинсе нет, Даша Николиди в свое время написала сценарий, еще в 84-м году, но его потом похерили, судя по всему, Арджента там сам углубился в какие-то разборки с католической церковью, вот, что-то он тут по поводу гностицизма там с ней поспорил и так далее и тому подобное, вот, в общем, тут тоже как-то отвлекся на какие-то совершенно посторонние вещи вместо того, чтобы продолжать совершенствовать свое режиссерское мастерство. Нахрена это говно? Извините, говно, вот как есть, говорю, говно привезли в Канны, вообще не понял, но, собственно, в Канны его привезли, вот, и он там даже на что-то претендовал, вот, да, ограниченный показ, то есть, в США поэтому так мало денег заработал, я не знаю, тут не на что смотреть, вот, по сравнению с первыми двумя фильмами, это мусор, это вместо того, чтобы создавать жуткую атмосферу чего-нибудь, да, там, пугать, вот, напрягать, держать так постоянно, да, вот, лесбиянки-колдунии, да, вот, хорошо, что хоть старый философ, которому эта девочка пришла там под конец фильма, не оказался геем, хотя у него там какой-то красивый мальчик терся в прихожей, но пронесло, а вот, вместо того, чтобы действительно, вот, создавать кинополотно какое-то, да, вот, 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 колдуни отдыхают, колдунии на отдыхе, их там потом замочили, я вам сразу рассказываю сюжет, я надеюсь, вы не будете эту фигню смотреть, а вот, ну вот, вместо того, чтобы создавать кинополотно, нас пытаются напугать мясом, вот, и привлечь человек какими-то престарелыми сиськами, ну, блин, честное слово, детский сад, штаны на лямках, я вам мог бы понять, если бы это какие-то молодые кинематографисты сняли, там, ну, под фильмом стоит плод пиздарь у Аржента, скорее всего, и действительно его дочка снимала, потому что там вот это вот девочковое, да, вот, что мы, девочки, всех сейчас победим, тут мы тут самые сильные, самые главные, вот, они, это вот лезет изо всех щелей, ну, наверное, так, вот, короче, запороли концовочку, честно говоря, вот, и как-то вот даже вот эти вот сцены насилия какого-то на улицах Рима сняты так дёшево, да, что не впечатляют, нет масштаба, да, вот, ну, потому что мы же можем вспомнить, что в Италии были такие свинцовые 70-е, когда там, это самое, как её звать-то, господи, красные бригады мочились с неофашистами на улицах, там взрывали какие-то вокзалы, взрывали поезда, захватывали целые университеты, там был трэш-угар, и вот это вот какое-то такое насилие, ну, кто-то там полицейского убил, кто-то кого-то изнасиловал, ну, бывает, вот, это как-то не производит впечатление, а вот, вот эта вот ведьма японская, она симпатична, вот, жаль, её тоже мало, вот, но я говорю, вот это вот то, что нам сразу показывают, вот, исполнителя, да, кто убивает, да, и так далее, нет загадки, нет напряжения, нет ни черта, даже музыка, вот я сейчас поставил саундтрек из Инферно фоном, да, вот, Инферно хороший, да, а здесь он вроде как бы есть, вроде как бы там что-то такое неплохое, там на заднем плане что-то там, но он не запоминается абсолютно, ты даже как-то не можешь каких-то моментов из него выделить, нет желания его там скачать, переслушать потом, например, тоже минус, вот, хотя тут Марина Берускони, это, видимо, родственница какая-то, да, премьер-министра, Дарьо Аржента и Клаудио, его братан, продюсер, да, это, то есть он режиссёром числит сценарий, тут два человека, кроме него ещё писали, вот, а вот Джейс Андерсон, сценарист, продюсер, актриса, видимо, это девушка, вот, может быть, от неё вот тут часть есть, да, вот, но постановка, вот, мне так показалось, что это ставила Азия, что это, папа просто её так раскручивал таким макаром, вот, короче, если вам нравятся фильмы, а, вот этот вот момент, я думаю, его надо посмотреть обязательно, вот, если вам нравятся фильмы «Суспирио» и «Инферно», вот к этому говну не приближайтесь на пушечный выстрел, я надеюсь очень, что тут не забанят за фильм, который лежит в открытом доступе, да, это, если чё, это, это самое, это, это из фильма, это из фильма, это, это, это вот, вот, да, это вот израильская модель, смотрите, какая модель, интересно, модель чего, вот, вот это вот замечательно, да, 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 вот ради этого стоит кино смотреть, Мора Надяс, вот, короче, вы там видели у меня хронометраж, да, вот этот вот момент и ещё концовочку, всё, больше ничего смотреть не ну, вот остальное всё полное и законченная чушь, вот, я не знаю, у меня нет привычки ставить там фильму оценки, но если бы я ему ставил оценку, я бы ему поставил 3 из 10 единичку за, просто в честь уважения, там, когда не уважение Дарьо Арджента и 2 единички за вот эту вот замечательную Мора Надяс, всё, больше там нет ничего, вот, какие-то потуги что-то сделать, это, знаете, вот, тип уровня фильм Омэн 3, если вот Инферно, кстати, он по атмосфере напоминал фильм Омэн, первую часть, да, Ричарда Донора с Грегори Пэком, вот, там было такое, что-то общее в настроении, вот это вот уже такое дешманское пошло, да, то есть полная фиаско, вот, не смотреть ни за что, вот, кроме эпизодов с мамой Лакримором, там, да, там хорошо, вот, вот так вот, спокойной ночи, всем добра.